В день проведения диктанта Победы на площадке сдачи экзамен запрещается пользоваться средствами связи, электронной вычислительной техники, фото, аудио, видеоаппаратуры. Тут все как на настоящем школьном экзамене. Списать или подглядеть у соседа по парте не получится. Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны диктант Победы прошел в 85 регионах России. К акции также присоединились 75 иностранных государств. На территории Ленинского городского округа 22 площадки на базе школ и также еще одна площадка на базе воинской части. Акция организована партией «Единая Россия». Помнить прошлое нашей страны, вспоминать о том, как наши деды добивались победы, это достаточно серьезно и важно. Чувство патриотизма, оно должно расти и развиваться в наших детях. Сюда, в Витновскую школу номер 11, проверить свои знания пришел и глава муниципалитета Алексей Спасский, а также его заместители и начальники управлений. Рядом за соседними партами писали диктант Победы учителя и ученики школы. Участники должны были успеть ответить на все вопросы за 45 минут. С заданиями глава справился быстрее всех, хоть и отметил, что вопросы этого года были более сложные и фундаментальные, чем в предыдущем. Я считаю, что это важнейшая патриотическая акция, которую, конечно же, нужно не просто развивать поддержку, а нужно участвовать, принимать участие и не стыдиться этого. Это повод для того, чтобы где-то взять литературу историческую, пересмотреть и обновить знания. Другие участники также отметили, что задания этого года заставили их попотеть. Я понимаю, что мне нужно пробелы заполнять знаниями. Есть пробелы, к сожалению. Были вопросы, связанные с боями в районе Москвы и Подмосковья. И я плохо знаю эту тему. Всего в диктанте Победы по Московской области приняли участие более 15 тысяч человек. Результаты можно будет узнать на сайте Диктант Победы РФ в самое ближайшее время. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ.